Ученые установили, чем опасны моющие средства. Норвежские ученые на протяжении 20 лет следили за состоянием дыхательных систем тысяч волонтеров, которые часто дыхают по рыботовой химии. Регулярное использование чистящих средств во время уборки квартиры повышает риск нарушения работы легких. К такому выводу пришла группа ученых из Бергенского университета в Норвегии. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Ученые 20 лет следили за состоянием дыхательных систем 6236 волонтеров. Выяснилось, что у домохозяек и домработниц, то есть тех людей, кто чаще других вдыхал по рыботовой химии, объем выдоха за год снижался на 4,3 мл и на 7,1 мл соответственно. Это сравнимо с показателями курильщиков с 20-летним стажем. Шанс заболеть астмой у людей, которые регулярно использовали чистящие средства, также повышался на 12,3% для домохозяек и на 13,7% для профессиональных уборщиц. По словам одного из авторов исследования, профессора Сесилии Сванис, они с коллегами ставили перед собой цель изучить именно долгосрочный эффект, который оказывает на здоровье людей бытовая химия. Ученые опасались, что подобные химикаты, нанося незначительный вред день ото дня, год за годом, в итоге накапливаются в организме и наносят непоправимый вред здоровью, и, к сожалению, их догадки подтвердились. Ранее генеральный директор Практер Гэмбелл призвал не есть моющее средство. Известно, что эта опасная затея набирает популярность среди подростков в рамках флешмоба на YouTube. В ход идет моющее средство для стиральных машин TypePads. Новости от Корреспондент.нет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и чтите пиастими Корреспондент.нет по материалам сайта Ньюзгроком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok